Привет! Меня зовут Даша. Мы находимся в Музее детской книжной иллюстрации «Картинка». На протяжении года здесь показывают спектакль «Маленький принц». Почему в музее решили показывать спектакли и как в этих стенах появился театр теней, знаем прямо сейчас. Здравствуйте, Анастасия Викторовна! Здравствуйте, Даша! Расскажите, как «Маленький принц» появился в картинке. Идея спектакля «Маленький принц» пришла к нам в прошлом году, когда мы заранее готовили планы наших мероприятий на год и увидели, что в 2020 году Антуана де Сент-Экзюпери исполнялась 120 лет со дня его рождения. Почему именно театр теней? У кого подсмотрели идею? Идея спектакля родилась у нас после того, как в канун Рождества, в 2019 году, к нам пришла семья, уже ставшая нашими друзьями, многодетная мама Василенко Татьяна с двумя мальчишками, Федя и Славой, и показали рождественский спектакль. Настолько всем это понравилось, что мы решили это сделать. Долго готовились к первому спектаклю? Кто помогал? Первый раз все это делали месяца три. Все это с нуля, все это своими силами, с помощью помощников, друзей из многодетных семей и интернета. Если я решу создать театр теней дома, как думаете, у меня получится? Это вообще возможно? Это не только возможно, это даже нужно делать, потому что в домашних условиях это сделать гораздо проще. Берется обычная коробка из-под телевизора, приклеить можно вот ту же самую белую бязь в виде экрана, сделать источник света и развлекаться. Сейчас я отправлюсь за кулисы театра теней, чтобы узнать, как он работает. Поможет мне в этом Тамара Гравкатовна. Когда мы создавали этот театр, первый вопрос у нас стал о том, как закрепить освещение с внутренней стороны экрана, чтобы свет не бил в глаза зрителям. Придумали такую конструкцию, использовали обычный фонарик для того, чтобы нам закрепить декорации, для того, чтобы нам закрепить главных героев. Для этого мы придумали вот такие коробочки, в которые насыпали песок, и это очень удобно. Освобождаются руки. Сверху здесь, смотрите, есть крючки. Когда мы вырезали, встал вопрос о том, что фигурки должны быть очень ажурные, чтобы с другой стороны тень была красивая. Еще у нас встал вопрос о том, что если маленький принц во всех сценах один и тот же, ну, это было бы, наверное, немножко скучно. И поэтому мы придумали, что в какой-то сцене у нас маленький принц, у него шарфы двигаются, в какой-то сцене у нас маленький принц, у него вот ручки двигаются, да. Фигурка летчика у нас одна, что мы можем управлять этими ручками, и тогда уже тень от этого героя очень интересна. Мы подготовили специальные палочки, тоже из мастер-классов. Это вот для того, чтобы головкой можно было управлять. Спасибо, Тамара Равкатовна. Пойду попробую сделать своего персонажа. Создать персонажа теневого театра очень просто. Подбираете необходимое изображение, переносите его на бумагу, рисуете сами или распечатываете, затем аккуратненько вырезаете ножничками и после этого закрепляете на основу, с помощью которой вы сможете управлять персонажами или декорациями. Анастасия Викторовна, новые постановки планируете ставить? И вообще, будет ли развиваться ваш театр теней и как? У нас есть мечта организовать фестиваль домашних театров теней, чтобы к нам приезжали, возможно, из разных городов, и Московской области, и России, и здесь, на нашей площадке, показывали свои домашние спектакли. Спасибо большое, Анастасия Викторовна! Все мы можем помочь картинке воплотить мечту в жизнь. Для этого нужно создать свой маленький спектакль для театра теней, снять его и отправить им на почту. Как создавать персонажей мы сегодня вам рассказали и показали. Ну а если вы хотите более подробный мастер-класс, обязательно напишите нам об этом, и мы его непременно сделаем совместно с сотрудниками музея. Субтитры создавал DimaTorzok